Глава 50. Кришна воздвигает крепость Твараку. Со смертью Камсы обе его жены стали вдовами. Согласно ведам, женщина не должна быть самостоятельной. Ее жизнь состоит из трех периодов. В детстве она живет под опекой своего отца, в молодости под покровительством мужа, а в случае смерти мужа о ней заботятся ее взрослые сыновья. Если же взрослых сыновей у нее нет, она должна вернуться к отцу и снова жить уже как вдова под его опекой. Взрослых сыновей у Камсы не было. Поэтому, овдовев, его жены вернулись к своему отцу. У Камсы было две жены – Асти и Прапти. Обе – дочери царя Джарасандхи, владыки Бихара, в те дни называвшегося Магадхай. По возвращении домой обе царицы рассказали отцу, в каком бедственном положении они оказались после смерти Камсы. Царь Магадхи Джарасандха был глубоко уязвлен, когда услышал о том, какая печальная участь постигла его дочерей и тут же поклялся очистить мир от ядовов. Узнав о том, что Камса погиб от руки Кришны, он решил истребить весь его род. Джарасандха стал усиленно готовиться к тому, чтобы повести на Матхуру свое бесчисленное войско, которое состояло из многих тысяч воинов на колесницах, конях и слонах, а также пеших родников. Чтобы отомстить за смерть Камсы, Джарасандха собрал тринадцать больших фаланг. Эти полчища двинулись на столицу царей Яду Матхуру и окружили ее со всех сторон. Шри Кришна, игравший роль обычного человека, увидел, что громадное войско Джарасандха в любую минуту может хлынуть на город, потом тому, как океан накатывается на берег. Заметил он и то, что жители Матхуры объяты страхом. Тогда Господь стал думать о миссии, с которой пришел на землю, и о том, как найти выход из создавшегося положения. Поскольку он не собирался завоевывать царцу Магатха, убивать царя Магатхи Джарасандху было бессмысленно. Кришна явился, чтобы уменьшить непомерно большое население земли. Поэтому он решил воспользоваться возможностью уничтожить это огромное скопление людей, колесниц, слонов и лошадей. Увидев войско Джарасандхи, он решил разбить его, чтобы Джарасандха вернулся назад и привел новую большую рать. Пока Кришна размышлял об этом, с неба спустились две чудесные, украшенные флагами колесницы, с возницами, с оружием и всем необходимым для боя. Увидев перед собой эти колесницы, Кришна обратился к своему старшему брату Баларами, известному также под именем Санкаршана. «Мой дорогой брат, о лучший среди ариев, ты повелитель вселенной и защитник рода Яду. Ядовы в смятении, им грозят гибелью воины Джарасандхи. Для защиты Ядовов сюда прибыла и твоя колесница с оружием. Взойди же на нее и сокруши всех этих воинов, сотрез лица земли несметные вражеские рати. Мы оба пришли в этот мир для того, чтобы уничтожить непомерно разросшиеся воинственные полчища, которые стали бременем для земли и защитить добродетельных преданных. Сейчас нам представляется возможность осуществить свою миссию. Воспользуемся же ею». Так Кришна и Баларама, потомки Дашархи, решили уничтожить тринадцать фаланг царя Джарасандхи. Облачившись в воинские доспехи, Кришна и Баларама взошли на свои колесницы. Колесницей, в которую сел Кришна, правил до рука. С небольшим войском оба брата выехали из Матхуры, трубя в свои раковины. Примечательно, что хотя враги Кришны были куда более многочисленны, при звуках его раковины их сердца дрогнули. Когда Джарасандха увидел Балараму и Кришну, он почувствовал к ним некоторое сострадание, потому что они приходились ему внуками. Обратившись к Кришне, он назвал его Пурушадхамой, самым низким среди людей. Во всех ведических писаниях Кришну называют Пурушоттамой, величайшим среди людей. Джарасандха и не думал называть Кришну Пурушоттамой, однако великие мудрецы определяют истинное значение употребленного им слова Пурушадхама как тот, перед кем меркнут все остальные. Сущности сравнятся с Верховным Господом, и тем более превзойти его не может никто. Джарасандха сказал, «Для меня будет позором сражаться с такими юнцами, как Кришна и Баларама». Поскольку Кришна убил Камсу, Джарасандха называл его не иначе, как убийцы собственных родственников, Камса тоже убил нескольких своих племянников, но Джарасандха почему-то забыл об этом и возмущался тем, что Кришна убил Камсу, своего дядю по матери. Так ведут себя демоны. Не замечая недостатков ни у себя, ни у своих друзей, они видят их только у врагов. Джарасандха упрекнул Кришну и в том, что он даже не кшатрий. Кришна и в самом деле был не кшатрием, а вайшей, потому что его вырастил Махараджананда. Вайшев обычно называют гуптами, что также означает скрытый. Кришна был сокрыт и выращен Махараджанандой. Итак, Джарасандха обвинил Кришну в том, что Кришна убил своего дядю по матери, в том, что он даже не был кшатрием и в том, что взращен он был, скрытно. Поэтому Джарасандха считал для себя позором сражаться с Кришной. Затем он обратился к Балараме и сказал «Эй, Баларама, ты можешь тоже сражаться вместе с ним. Если у тебя хватит терпения, ты дождешься, пока тебя пронзит одна из моих стрел. Тогда ты непременно попадешь в рай». В Бхагавадгите говорится, что кшатри, сражаясь, в любом случае получает благо. И если он победит, то будет наслаждаться плодами победы, а если погибнет, вознесется в райскую обитель. Джарасандхи ответил Кришна. «О, царь, герои много не говорят, они показывают свою доблесть на деле. Твоя же многоречивость свидетельствует о том, что ты знаешь, тебе суждено погибнуть в предстоящем сражении. Мы не желаем больше тебя слушать, ибо известно, что слушать человека, который обречен на смерть или чем-то терзаем, пустое занятие». Тогда Джарасандха велел своим воинам окружить Кришну со всех сторон. Подобно тому, как облака и клубы пыли порой застилают солнце, Кришну, величайшее солнце, окружили бесчисленные воины Джарасандхи. Над колесницей Кришны развивался флаг с изображением Гаруды, а над колесницей Баларамы флаг с изображением Палем. Чтобы наблюдать за ходом этой чудесной битвы, женщины и девушки Матхуры поднялись на плоские крыши домов и дворцов и на городские ворота. Когда же колесница Кришны скрылась из виду, окруженная со всех сторон армией Джарасандхи, многие женщины от страха лишились чувств, увидев, что он окружен и его воины едва сдерживают натиск врага, Кришна тотчас взял в руки лук, который называется шарингой. Выхватывая из колчна стрелы, он одну за другой клал их на тетиву и посылал в сторону врагов. С необыкновенной меткостью разили эти стрелы слонов, коней и пеших воинов Джарасандхи. Нескончаемый поток стрел, словно огненный шквал, сметал вражеские полчища. Под стрелами Кришны падали обезглавленные слоны, падали лошади с перебитыми шеями и рушились, разваливаясь колесницы вместе с флагами, воинами и колесничьими. Оставшись без голов, без рук и ног, пали почти все пешие воины. Так были убиты многие тысячи слонов, лошадей и людей, и кровь их текла, пенясь, как бурная река. В этой реке плавали отсеченные людские руки, похожие на змей, и головы, напоминавшие черепах. Мертвые туши слонов выселись словно острова, а трупы лошадей походили на акул. Так по высшей воле текла эта огромная река крови, унося с собой останки воинов. Руки и ноги пеших воинов плавали словно рыбы, их волосы были похожи на водоросли или мох, а луки напоминали речные волны. В водах этой реки словно галька сверкали бесчисленные драгоценные украшения убитых ратников и военачальников. Господь Баларама, известный также под именем Санкаршана, с такой доблестью сражался своей палицей, что река крови, созданная Кришной, вышла из берегов. Трусы с ужасом взирали на это страшное зрелище, а храбрецы громко восторгались ратными подвигами двух братьев. Хотя войско Джарасанхи и было безбрежным, как океан, боевые подвиги Господа Кришны и Баларамы изменили ход сражения, превратив его в невиданное доселе кровавое побоище. Обычным людям трудно понять, как такое могло произойти, но все становится ясным, если вспомнить, что это деяние Верховной Личности Бога, для которого нет ничего невозможного. Верховный Господь, одной своей волей творит, поддерживает и уничтожает материальный космос, и ему совсем нетрудно, сражаясь с врагом, уничтожить несметные полчища, однако, поскольку Кришна и Баларама сражались с Джарасанхой в облике простых смертных, сражение не могло не вызвать изумления. Когда все воины Джарасанхи были перебиты и в живых остался только он один, горе его, не было предела. Шри Баларама тут же пленил его, подобно тому, как один могучий лев хватает другого. Он начал было связывать Джарасанху веревкой вороны и обычными веревками, но Господь Кришна, руководствуясь другим, более глубоким замыслом, попросил Господа Балараму не брать Джарасанху в плен и затем отпустил его. Джарасанхо, славившийся своим геройством, чувствовал себя униженным. Он решил сложить с себя царский венец и поселиться в лесу, чтобы предаться медитации и суровой аскезе. Но когда Джарасанхо вместе с другими царями своими друзьями возвращался домой, те посоветовали ему не отказываться от царства, а собрать новые силы и в ближайшем будущем снова сразиться с Кришной. Друзья убедили его, что при обычных обстоятельствах он никогда не потерпел бы поражение от царя яду. Просто на этот раз ему не повезло. Друзья старались ободрить и поддержать Джарасанху. Безусловно, сказали они, Джарасанхо сражался как герой, так что ему не следует воспринимать поражение слишком серьезно, ибо это всего лишь результат от его прошлых грехов. Во всяком случае, сам он сражался безупречно. После того, как царь Магадхи лишился всего своего войска и был унижен тем, что его сначала взяли в плен, а потом отпустили на волю, ему оставалось одно — возвратиться в свое царство. Так Господь Кришна разгромил войско Джарасанхи, хотя армия Кришны была совсем крошечной по сравнению с огромными силами Джарасанхи, она не понесла никаких потерь, тогда как все воины Джарасанхи были уничтожены. Небожители были восхищены этой победой и почтили Господа, воздав ему хвалу и осыпав его цветами. Джарасанха возвратился в свое царство, и Матхури больше не угрожала опасность вражеского вторжения. Жители города собрали вместе сказителей и певцов Суд и Магатх, а также поэтов, слагавших замечательные песни. Так все они принялись прославлять великую победу Господа Кришны. Когда победоносный Господь вошел в город, его встретили звуки труб, раковин, летавр и других музыкальных инструментов Пхери, Тури, Вин, Флейт и Мриданг, это была поистине триумфальная встреча. Готовясь к ней, ликующие жители тщательно убрали город, оросили улицы и дороги водой, украсили свои дома и лавки флагами и гирляндами. Во многих местах брахманы пели ведические мантры. На перекрестках были возведены триумфальные арки, когда Кришна торжественно входил в празднично украшенную Матхуру, женщины и девушки, чтобы сделать церемонию еще более благоприятной, поднесли ему гирлянды из цветов. Чтобы прибавить торжественности празднеству, они, в соответствии с физическим обычаем, разбрызгивали повсюду йогурт, смешанный с молодой зеленой травой. Когда Кришна проходил по улицам, горожанки смотрели на него горящими от восхищения глазами. Кришна и Баларама принесли собранные на поле драгоценностей и другие трофеи и вручили все это царю Уграсене, так Кришна почтил своего деда Уграсену, коронованного царя династии Яду. Джарасанха же, царь Магадхи, осаждал Матхуру не единошты, а семнадцать раз, все с тем же числом воинов, и каждый раз терпел от Кришны поражение, терял войско и возвращался домой ни с чем. Каждый раз Ядовы брали Джарасанха в плен и с позором отпускали на свободу, и каждый раз Джарасанха, опозоренный, возвращался домой. Когда Джарасанха двинулся на Матхуру в восемнадцатый раз, один царь Яванов, живший к югу от Матхуры, тоже решил напасть на город, прельщенный богатствами династии Яду. Говорят, что этот царь, которого звали Калаяваной, действовал по совету Нарады. История Калаяваны рассказывается в Вишну Пуране. Однажды над Гаргаймуни, жрецом династии Яду, насмеялся его собственный зять. Услышав его насмешки, царей из династии Яду начали потешаться над Гаргаймуни, чем привели его в гнев. Тогда он решил, что произведет на свет грозного воина, который будет наводить на Ядовов ужас. Для этого Гаргамуни умилостивил господа Шиву, который благословил его на рождение сына. Этого сына Калаявану он зачал с женой царя Яванов. Однажды Калаявана спросил у Нарады, кто самые могущественные цари в мире? Ядовы, ответил тот. Узнав об этом, Калаявана пошел в поход на Матхуру почти одновременно с Джарасандхой. Калаявана всегда мечтал помириться силами в бою с царем, который был бы для него достойным противником, но ему нигде не удавалось найти такого царя. Когда же Нарада рассказал ему о Матхури, Явана тотчас решил напасть на этот город с тридцатью миллионами своих воинов. Тем временем в осажденной Матхури господь Шри Кришна держа совет с Баладевой раздумывал над тем, насколько велика опасность. Ядовам предстояло защищаться от двух грозных врагов Джарасандхи и Калаяваны. А времени было мало. Калаявана уже окружил Матхуру, а через день должен был подоспеть Джарасандха с тем же количеством воинских подразделений, что и в прежние разы. Кришна не сомневался, что Джарасандха не упустит такой благоприятной возможности и попытается захватить Матхуру, уже осажденную Калаяваны. Поэтому он решил сделать все необходимое для того, чтобы не позволить врагам напасть на Матхуру с двух стратегически важных направлений. Если Кришна и Балрама будут сражаться с Калаяваной в одном месте, то Джарасандха может попытаться ворваться в город с другой стороны и свести счеты с Ядовами. Джарасандха по-прежнему был очень силен и в отмеску за предыдущие семнадцать поражений вполне мог перебить всех Ядовов или взять их в плен и увезти в свое царство. Поэтому Кришна решил построить неприступную крепость, куда не могло бы проникнуть ни одно двуногое существо, будь то человек или демон. Он хотел поместить туда всех своих родственников, чтобы сам он мог спокойно сражаться с врагом. Судя по всему, в прежние времена Дварака также была частью царства Матхура. Примат-Бхагаватам сказано, что Кришна возвел крепость посреди моря. Остатки этой крепости можно и по сей день видеть в Дваракском заливе. Прежде всего, Кришна возвел в море могучую крепостную стену окружностью в двенадцать йоджан сто пятьдесят шесть километров. Это поистине удивительное сооружение было задумано и построено вишвакармой. Никакой другой архитектор не смог бы возвести крепость посреди моря, но вишвакарма, прославленный зодчий полубогов, способен создать столь же чудесное сооружение в любом месте Вселенной. Если вспомнить, что по велению Верховного Господа в космосе невесомо плавают огромные планеты, то возведение огромной крепости посреди моря уже не будет казаться чем-то удивительным. Шримат-Бхагаватам рассказывается, что новый город посреди моря был построен очень добротно. В нем были прямые дороги, широкие улицы и переулки, а также чудесные сады и парки, где росли калпаврикши или деревья желаний. Калпаврикши не похожи на обычные деревья, они растут только в духовном мире. Однако по высшей воле Кришны все возможно, поэтому в построенные им двараки были посажены деревья желаний. В городе было также множество дворцов и ворот Гопур. Такие ворота до сих пор сохранились в больших храмах. Они очень высоки и украшены большим количеством скульптур. На крышах дворцов и ворот красовались золотые сосуды с водой — калаши. Считается, что такие сосуды, венчающие ворота и дворцы, приносят счастье и удачу. Почти все дворцы были необыкновенной высоты. В каждом доме имелись погреба, где стояли большие золотые и серебряные сосуды для хранения зерна. В комнатах было много золотых сосудов с водой, стены спален были инкрустированы самоцветами, а полы выложены мозаикой из драгоценного камня мараката. В каждом доме стояли изображения вишну, которому поклонялись потомки яду, различные сословия брахманы, кшатрии, ващи и шудры жили в отведенных для них кварталах. Отсюда следует, что система сословий, упоминаемая в Бхагавадгите, существовала уже в то время. В центре города выселся дворец, построенный специально для царя Уграсены. Это было самое великолепное здание среди всех дворцов и домов города. Когда полубог Индра увидел, что Кришна строит для себя столь необычный город, он послал ему знаменитые деревья Париджата с райских планет, а также перенес в двороку свой прославленный дворец собраний Судхарму. Этот дворец обладал одним чудесным свойством. Тому, кто там заседал, не грозила старческая немощь. Полубог Варуна подарил Господу Кришне белого с черными ушами коня, способного мчаться с быстротой мысли. Кувера, хранитель райских богатств, передал в дар городу восемь мистических сокровищ, и все остальные полубоги поднесли дары, соответствующие их положению. Полубогов в 33 миллиона, и у каждого из них своя роль в управлении вселенной. По случаю сооружения Верховным Господом собственного города, полубоги не применули поднести ему свои дары, что сделало город Двараку не имеющим себя равных во вселенной. Это доказывает, что ни один из бесчисленных полубогов не является независимым от Кришны. Как сказано в читании Чайтамрити, Кришна верховный властелин, а все остальные его слуги. Все полубоги спешили воспользоваться пребыванием Кришны во вселенной и что-нибудь делали для него. Это пример, которому должен следовать каждый, и особенно те, кто обладает сознанием Кришны. Они должны использовать все свои способности в служении Кришне. Когда новый город, в соответствии с планом, был построен полностью, Кришна мистическим образом перенес туда всех жителей Матхуры и поручил Баларами защищать город. После этого он посоветовался с Баларамой и украшенной гирляндой из лотосов без всякого оружия направился к Калаявани, войско которого окружило Матхуру. Так в книге Бхактивиданты Кришна Верховная Личность Бога заканчивается глава 50-я. Кришна воздвигает крепость Двараку. Кришна 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 Продолжение следует...